Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя недельная глава называется Лых-Лыха. И очень важная вещь. Аврагам, будущий Аврагам, сейчас его зовут будущий Аврам, он живет своей женой в стране Кнаан, и они уже здесь живут 10 лет. Когда ему было 75 лет, он поднялся в страну Кнаан, и вот 10 лет они прожили в стране Кнаан, детей нет. И наши мудрецы говорят, что если 10 лет муж и жена прожили и детей нет, то есть основания для суда, чтобы их развести, чтобы были дети, может, с другими супругами, если еще раз поженятся. В общем, ситуация такая, она понимает, что возраст уже подошел, и она понимает, что больше народить навряд ли уже сможет, и сарай хочет что-то предпринять. И написано, что у нее рабыня, египтянка Гагар. Откуда она? Мы уже об этом говорили, что когда Аврам спустился в Египет, это был первый голод в Торе, из пяти, и он, когда получил от фараона в подарок рабыню, которая была дочерью фараона, когда Всевышний предавил фараона страшными язвами по поводу сарай жены Аврама, то фараон сказал, что пусть будет его дочь рабыней у такого праведника, как Аврам, чем она будет женой египетского вельможи. И так она стала рабыней сарой. Сарай. И она говорит, раз Всевышний решил мне плодородие, то вот у меня рабыня, египтянка Гагар, может быть, будет у меня потомство благодаря ей. Не так, как наши праматери, когда Лея и Рахей разговаривают с Яковом, когда говорит Рахель, войди к моей рабыне Бильге, пусть она родит на колено мои. То есть там она уже четко уверена, что потомство от Бильги будет ее потомством. Рахель. Что это дети, которые родились. Даны на вторе, что вот они будут прямыми потомками. Яков. Все получилось. Но здесь сарай чувствует, что, может быть, это и не будет ее потомство. Она понимает, что вроде все хорошо, но понимает, что может родиться тот, кто не будет ее потомком. И так и получилось. Как только Авраам женился на этой Гагар, взял ее в наложницу себе, то она тоже забеременела. Как только она забеременела, она начала плохо относиться к своей госпожей, к сараю. Она начала говорить людям, что это она делает вид, что она праведница, а на самом деле она всю жизнь прожила с господином и не забеременела. Я, как только вышел из нее замуж, я сразу уже беременна. И ей очень досадно стало сарай. Она пришла к Аврааму и говорит, я дала тебе свою рабыню в твое лоно, и как только она зачала, то я лишилась уважения в глазах ее. И Авраам сказал, твоя рабыня в твоей же руке. Делай с ней, как ты считаешь правильно. И угнетала ее сарай. Угнетала так, что она убежала. Убежала в пустыню, плачет, сидит. Явился ей Ангел Всевышнего, обратился к ней и сказал ей, что что такое. Спросил у нее, она говорит, я бегу от своей госпожи в сарай. Он говорит, нет, пойди смирись под руками ее и вот ты беременная, родится у тебя сын, он будет дикарь человек, рука его на всех, рука всех на нем. То есть он всех будет бить, его тоже все будут бить. Дикарь человек. Раби Шломаев-Схаки говорит, что надо считать не беременная, а забеременеешь. и о том, что у нее произошел выкидыш, когда ее сарай огнетало. Мы знаем, что если произошел выкидыш, то ребенок, который родится, уже не будет первенцем. После выкидыша или после кесарево сечения ребенок не является первенцем. Потом написано, что родила Гагар Аврааму сына Аврааму и сказала Бог услышит. Это переводится слово Ишмаэль. Бог услышал. И было Аврааму 86 лет, когда Гагар родила ему Ишмаэля. Естественно, что то, что говорила сарай, что может быть у нее потомство благодаря ей, так и произошло. Он точно не был ее сыном и он не является сыном сарай. Но Всевышний благословил Ишмаэля и он стал большим народом, великим. От него произойдет арабский народ. И наш праотец Авраам является отцом множества народов. Все его восемь сыновей стали народами. Ицхак, который родится, когда Аврааму будет сто лет, он будет отцом уже еврейского народа, а Ишмаэль арабского народа. И остальные шесть братьев, которые мы будем читать в конце главы Хаисара, они будут тоже родные братья Ишмаэля, тоже разные князья, среди них будет Медьян, все мы это будем читать дачи. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднение души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самоим бен Герш, Хай Малк Абат Йосиф, Мира бен Абат 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 Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Пер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений бен Софья Двойра Бат Миряем Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ида Фира Бат Анна Геннадий Бен Лена Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Давид Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шумун Бен Мира Берта Берта Бат Фейга Марк Бен Нина Ира Бат Вера Хана Цепора Бат Сара Базл Паразас Голола Ирина Бат Ури Арон Ребен Ри Загрош Дух Арон Ребен Двор Родиз Бен Ахум Авигаль Бат Сара Баразас Ибрюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Мальченко Всем Браха Параса Камана Мазал То Что мы Это Времени Гришевич Тор Всем Всего самого Наилучшего Желаю Всем Крепчайшего Здоровья Пусть До следующих встреч Завтра В 16.30 Шалом